Всем привет! Это подкаст «Хочу цветочный» и я Екатерина Андрюкова, преподаватель флористики, автор книги «Цветочная мастерская», создатель онлайн-школы и цветочной студии в Екатеринбурге. Здесь я совместно с гостями делюсь своим опытом во флористике, цветочном бизнесе и околофлористических темах. Надеюсь, что мой подкаст поможет вам стать профессионалом и открыть свой уютный магазинчик цветов. Подкаст выходит на всех актуальных платформах. Если вам понравится этот выпуск, обязательно поставьте ему оценку на Apple Podcast или сердечко на Яндекс.Музыке. А если вы хотите еще больше узнавать про флористику и ведение бизнеса, то я приглашаю вас в свои социальные сети. Ссылки на них я прикрепила в описании к этому выпуску. Сегодня мы рассмотрим интересную и важную тему, почему некоторые цветочные магазины успешно работают годами, а другие закрываются сразу после открытия. В чем же заключается секрет долгосрочного успеха в этой индустрии? Но перед тем, как мы коснемся темы, позвольте представить нашего уважаемого гостя Евгения Кащеева. Евгений, привет! Привет, Катя! Уважаемый гость, приятно! Расскажи немножко о себе. И я думаю, что когда ты расскажешь, кто ты, люди поймут, почему именно тебя я выбрала гостем на этот выпуск, чтобы раскрыть эту тему. Давайте я представлюсь. Меня зовут Евгений Кащеев. Я основатель компании Passiflora. Моя компания занимается автоматизацией цветочных бизнесов. Страшное слово «автоматизация» – это даже, я бы сказал, стоп-слово. Мы помогаем цветочным бизнесам наладить учет. Мы такая учетная программа, можно сказать. Но, помимо этого, мы такая гибридная и со временем разрослись. Мы еще решаем вопросы увеличения продаж цветочным магазином. В общем, массу-массу задач. И, в общем, так похвастаюсь даже чуть-чуть, за прошлый год мы, товарооборот наших клиентов через систему Passiflora был 22 миллиарда рублей. То есть, мы занимаем сейчас примерно 10% рынка. Если в отрасли оценивается 200-250 миллиардов рублей, то у нас где-то в районе 22. И в этом году мы ожидаем на уровне 30 миллиардов рублей. То есть, такая система учета. То есть, через нас продают. Почему я ориентируюсь в этой теме? Мы очень на прямой связи с рынком. У нас много персональных менеджеров. У каждого клиента закреплен персональный менеджер. И мы понимаем очень хорошо контекст владельцев. Мы, помимо этого, изучаем отрасль, изучаем какие-то функции. То есть, мы функции выпускаем под давлением пользователей. Они нам прямо говорят, чего им не хватает для того, чтобы они могли решать какие-то свои задачи. То есть, ну вот у нас очень много инсайдов накоплено в компании, экспертизы. То, что помогает нам ориентироваться в вопросе. Ну да, такой не односторонний опыт, а как раз-таки сбор информации и анализ. Да-да, все верно, так и есть. Ну плюс, ты же еще совладелец студии-мастерской букетная, да, в Ростове-на-Дону. Это тоже немаловажно, когда получаешь непосредственно опыт ведения бизнеса, вот, из рук в руки. Совладелец. Так часто называют, я немножко открещусь этого. Потому что, ну, чтобы не обесценивать труд моей супруги, потому что она, собственно, там погружена во все процессы. Я, конечно, помогаю ей, ну, то есть она открывала там с моей помощью, так скажем. Ну, я постоянно ей помогаю, то есть это мне, ну, мне это нужно по долгу службы, так скажем, да. И так появляется ресурс для того, чтобы делать какие-то правильные вещи. Ну вот представим ситуацию, да, например, девушка Маша хочет открыть свой цветочный магазин. На чем ей сфокусироваться в первую очередь? То есть как ты вот это вот видишь? Она сейчас просто, пока у нее большое желание открыть свой цветочный, там, мастерскую, не мастерскую, побольше, поменьше. Ну вот на чем сфокусироваться? На помещении, на системе учета, на закупе, на поиске сотрудников. То есть вот какие, может быть, не знаю, пять этих точек фокусировок самые важные, на твой взгляд? Ну, если мы находимся в точке, когда мы еще ничего не открыли, и мы задумываем только бизнес, то самое правильное будет как раз-таки изучить, наверное, ну, выбрать формат бизнеса. Потому что есть разные форматы у цветочных бизнесов. Ну, например, там есть цветочная сеть. И, например, для того, чтобы построить успешную цветочную сеть, нам нужно обладать капиталом, потому что нам нужно будет много точек открывать. Нам нужно обладать определенными способностями, потому что нам будет управлять большим количеством людей. Нам нужно много флористов нанимать. То есть представьте, да, вот цветочный магазин, у всех есть проблема найм, да, вот где взять флористов. А представьте, когда у тебя 10 магазинов, то у тебя ровно в 10 раз эта проблема больше, чем у магазинов, где одна точка. Если же ты принимаешь решение, ну там, Маша, да, владелец, она принимает решение, будет она в онлайне продавать, то нужно здесь компетенции по привлечению людей, трафика из онлайна. Ну и там, ну, трафик это еще вообще-то там только 10% успеха. Есть еще и понимание, как эти люди будут конвертироваться уже в продажи. Ну, в общем, нужны определенные скиллы, компетенции именно в построении e-commerce проектов. Если же это, например, будет цветочная студия, и там будет уклон на сервис и сервисы, то есть там упаковка подарков, и это может быть, то есть требовательные клиенты, нужно будет как раз-таки строить эти процессы. Если же это цветочный магазин, здесь нужно там свои какие-то компетенции. И вот нужно понять свои сильные стороны и начертить вот эту точку B для себя, там, какой магазин я хочу строить, визуализировать его, ну и дальше уже строить планы. То есть вначале сидеть, думать, какой магазин, потом исследовать данные локации, например, какой сегмент, какие задачи я хочу решать клиента, кто мои покупатели, как я их буду привлекать. То есть вот первая задача — подумать. Да, согласна. Но возьмем, дальше будем развивать, да, вот эту историю с Машей. Предположим, она у нас решила открыть небольшой на районе какой-то цветочный магазинчик а-ля 20-30 квадратных метров в спальном районе со средней проходимостью, да, то есть там не супертрафик. Это не сеть, то есть это просто девушка, которая обладает там каким-то небольшим капиталом, может быть, она взяла кредит, может быть, ей там кто-то помогает, да, инвестор или еще что-то, но мы сейчас не говорим о каких-то сетевых историях, о каких-то там крупных масштабных, куда вложена куча денег, просто стандартная ситуация. Следующая точка фокусировки после того, как она определилась с форматом, да, вот она, то есть, я не знаю, как назвать этот формат, это формат, который нацелен и на e-commerce, в принципе, то есть она будет там и через социальные сети что-то продавать, и ориентирован на трафик, ну, на какой-то, да, там спальном районе, плюс там, может, сарафанное радио, еще что-то дальше пойдет, вот. Следующее, на чем нужно сфокусироваться, я так понимаю, все-таки на системе учета или на чем-то другом, или, может быть, все-таки на каких-то сервисных моментах, вот, что, что, какой следующий шаг? Слушай, ну, я так отвечу, система учета, безусловно, важна, мы это чуть-чуть позже поговорим, и, наверное, это еще пока не на этом этапе, ну, уже нужно задуматься о том, какая она, что она нужна, и я считаю, что она нужна с первого дня, прям убежден в этом, если мы строим бизнес, если мы пока пробуем и не знаем, просто часто есть такая задача, ну, я хочу попробовать, и не знаю, буду ли я в цветочном бизнесе или нет, такие тоже приходят к нам клиенты, и, ну, здесь, наверное, нужно прежде всего себе ответить, если вы строите бизнес, тогда, конечно, вам система учета нужна, то есть тут безапелляционной, я так считаю, вот. Так вот, если мы подумали, там, придумали какую-то точку, да, какую-то точку B, какой, визуализировали этот магазин, очень мне нравится такая вот история, когда мы цветочный бизнес делим на три блока, есть, то есть в цветочном бизнесе нет каких-то rocket science, да, космических технологий, есть все, что связано с привлечением клиента, это, ну, я не знаю, ну, это, там, витрины, это наш, не знаю, фасад, это все, что привлекает клиентов, это какая-то реклама, это наши активности кросс-маркетинговые, например, ну, с какими-то компаниями в городе, там, ну, которые, где у нас пересечения по аудитории, то есть все, что привлекает нам входящий трафик, это все, вот есть целый блок, и нам нужно понять, что мы из этого будем делать в том формате, который мы выбрали. Дальше идет блок по производству, сейчас случится обморок у наших слушателей, я обозвал вот этот прекрасный цветочный бизнес творцов, назвал производственниками, ну, давайте в кавычки возьмем производство, вот, здесь и закупка цветка, и найм, и адаптация флористов, и какое-то выстраивание стандартов, и доставки, то есть вот все, что связано с процессом производства, это и создание коллекции, это и внутренние процессы, это и технические регламенты, которые, вот, про списание и так далее, это и обслуживание холодильника, то есть это некий блок, где мы, который отвечает у нас за производство, и нужно понять и выписать, какие там у нас есть задачи, и кто эти задачи будет делать, вот. Вот, и третий блок, это все, что связано с ретеншином, классное модное слово, мне оно очень нравится, ну, это удержание и возвращение клиентов, то есть мы делаем какие-то активности, совершаем какие-то активности, которые направлены на возвращение клиентов к нам, то есть вот мы поработали, у нас есть производство, у нас есть привлечение, кто-то к нам зашел, купил, и дальше что, как нам сделать так, чтобы этот человек возвращался к нам снова и снова, потому что мы строим некую модель, если мы не ориентированы на возвращение клиентов к нам, Нам будет, ну скажем так, у нас не будет попутного ветра, нам будет тяжело. И есть бизнесы цветочные, которые, как птица феникс, я это называю, в начале месяца открыли свои двери и не знают, какая у них будет выручка в конце. И сколько закупать цветов, сколько нужно флористов, как мы вообще будем. То есть, ну, плана нет. Вот, открыли двери, сидим, ждем и храняем цветы. Вот, а есть бизнесы, которые как-то опираются на спрос, постоянный спрос от клиентов. Я вот, например, считаю, есть такая формула, мы ее называем 90 на 10, когда... 90 на 80 даже, да, простите. Значит, когда мы записываем 90% входящего трафика, мы фиксируем в виде, ну, знаем, кому мы продали. То есть, знаем своих клиентов, прям телефон, имя. Предлагаем им заполнить, да, какие-то карточки, анкет. Ну, если мы будем предлагать и заполнять, у нас будет конверсия в заполнение 5%, и никто ничего заполнять не будет. Сейчас люди уже... Почему за скидочку-то заполнят? За скидочку... Ну, сколько-то заполнят, безусловно. Но это будет не 90%. Все в цифрах, все на цифрах. Нужно принимать какие-то решения. И, значит, как-то при 90% записанных... Вот у моей супруги, например, 97%. Все клиенты, которые покупают что-то букетное, 97% людей, они фиксируются в Passiflore. И мы знаем, кто этот клиент, там накапливаются баллы, то есть, совершаются какие-то касания и так далее. Вот. И такой подход приводит к тому, что через время таких компаний, а мы смотрели это не только в букетное, это у многих клиентов Passiflore, 80% выручки составляют повторные продажи. И тут очень такой внимание-инсайт для наших слушателей. Средний чек в компании растет вместе с доверием. Потому что, когда человек совершает покупку в первый раз, он полон страхов. Он не будет вам... Давайте мне букеты 20 тысяч, там, корзину, все, там, я вот... Когда вы уже с ним выстроили какие-то отношения, когда вы уже, знаете, вкус, что любит жена, где-то угадали, где-то не угадали, подкалибровались. В общем, когда уже установлено это доверие, есть еще некие какие-то силы, которые помогают его усиливать, как, например, там, система лояльности, бонусная система, отличная работа, фиксирование каких-то памятных дат, какой-то сервис в виде напоминания. Мы это называем цветочный консьерж. Когда мы напоминаем о том, что у вас за трагодовщина. Вот мне недавно цветочный магазин моей супруги напомнил о том, что у меня годовщина завтра. Очень удобно. Я радовался. Вот, ну, многие считают, что это как-то вот... Это спам, это как-то вот звонить, это плохо. Не знаю, я прям спасибо написал девочке, спасибо, все, вот там, такая-то сумма, пожалуйста, там, в 10 утра привезите. В таких бизнесах, конечно, есть на что опереться, такой твердый спрос. И, ну, это вопрос вот цели и полагания. Если мы изначально так строим все, то шансы на выживание цветочного бизнеса, чтобы он, возвращаясь к теме, да, сегодняшнего эфира, чтобы он не закрылся, так наши шансы растут таким, драматически так вот прям вверх. То есть нужно сразу сакцентироваться и сфокусироваться на том, что твой клиент, он не просто один раз зашел, купил у тебя букет, а он должен перейти в разряд постоянного, и за счет определенных инструментов мы этой цели добиваемся. За счет, в том числе, и сервиса, да, клиентского, который тоже необходим? Ну, сервис, я бы назвал это решение задач клиента. Вот это очень хороший способ мыслить и думать, то есть какую задачу клиента я решаю. То есть, ну, исходя из этого, уже быть исполнителем этих задач. И это, я считаю, что это круто. Ну, например, да, вот где-то, где-то человек хочет там не думать, не выбирать за меня все решить и сделать, я только, вот, не знаю, там, сумму перечислил и все. А где-то человек хочет прийти и повыбирать, и, вот, не знаю, провести 40 минут в магазине и, там, не знаю, поболтать с флористами. Вот где-то такая задача может быть. И вот нужно понимать, с какой задачей к вам пришел клиент, и где-то на бегу быстро купить там, и, не знаю, у меня есть 3 минуты, все, 5, это уже все, это за гранью моего времени. Может, меня там машину сейчас эвакуируют. Кстати, я вот сейчас подумала, а как ты относишься к теме доп. товаров, к цветам, то есть, может быть, вот эти доп. товары, они станут каким-то дополнительным буфером в не очень прибыльные месяцы, там, в летние месяцы, там, какое-нибудь мыло, свечи, там, орешки, не знаю, все, что может быть каким-то доп. товаром, шоколадки. Или не стоит как-то сильно на этом акцентироваться в самом начале, то есть, мы продаем только цветы, а вот какие-то доп. товары, подарки, это уже потом мы прокачиваем, когда свой магазин. Ну, по идее, мы как бы, ну, больше товаров мы расширяем воронку, то есть, большим людям мы подходим. Но, опять же, это расфокусировка, это закупки, это учет и так далее. Ну, не знаю, вот опыт моей супруги, и, например, все, что связано там, ну, если это не открытки, открытки нужны, это точно. Ну, вот там всякие шары, еще что-то, у нее никогда это все не работало. Ну, это в ее случае. У кого-то это работает. Я помню, мы как-то писали в блоге после FloraCase, клиентка наша, она, у нее было очень много декора, и она установила систему, и потом выяснилось, что, то есть, ей казалось, что у нее там 80% или там 50% выручки – это декор, и там куча денег она зарабатывает. А когда она все посчитала, оказалось, что все вообще не так, и она все это закрыла, и ей стало легче, ну, то есть, высвободилось время и ресурс на то, чтобы в магазине не навести порядок, и она больше стала цветов продавать, потому что цветы более маржинальные продают. То есть, тут надо пробовать, и вначале, возможно, на этом не стоит, да, как-то акцентироваться, то есть, в дальнейшем, если что, добавлять. Я стараюсь избегать каких-то уже формировок, если делать и так или иначе, то есть, то, что не работает у одного, может, я за такой подход тестирования гипотез. Ну, может быть, это сейчас не в мире наших слушателей, но я поясню. Это очень хороший, удобный способ, когда мы сидим и придумываем какую-то, ну, какую-то гипотезу, что совершив какое-то действие, мы приведем, которое придет к росту, к продажам. Вот давайте я сейчас приведу пример, чтобы было понятно. То есть, гипотезой, может быть, если мы дадим рекламу в Яндекс, там, на 5 тысяч рублей, у нас продажи вырастут, там, на 30 тысяч рублей. Мы делаем, замеряем, выясняется, что не увеличились продажи. Или там, увеличились, но не на 30, а там, а на 7. Соответственно, как бы, это невыгодно оказалось. Мы эту гипотезу больше не повторяем. И вот, значит, я так скажу, что почему одни там быстро растут, другие нет. То есть, одни просто активно используют, тестируют гипотезы. И то, что работает, потом это попадает уже в какую-то, ну, рутину, в какие-то регулярные задачи. Гипотезы не обязательно должны быть затратными. То есть, мне очень нравится, тоже еще будет инсайт такой для слушателей наших, классная гипотеза, когда у вас есть уже какой-то поток, ну, например, 300 чеков в месяц, там, 400 чеков в месяц. Вот, кстати, сейчас октябрь, впереди День матери. Мы записываем сейчас в октябре, скоро будет День матери, через там полтора месяца. И сделайте такой, там, не знаю, источник сделки, как ваши же флористы. И все клиенты, которые у вас в этот период, до Дня матери покупают, просто предлагайте им оформить предзаказ на День матери. И я вас уверяю, что вы какое-то количество предзаказов получите вот в течение этого периода, то есть, какой-то конверсии. Просто ее замерьте. Можете дополнительно премировать флористов, сказать им, что с этим источником мы, ну, какую-то, не знаю, дополнительную премию вам будет оплатим. Вот, все это, вот, как раз-таки вот в таких местах, и мы уже подошли, да, к системе учета, что это все, это такой базовый, такой помощник, который поможет посчитать и понять вообще, то, что мы делаем, приносит результат или нет. Не, ну, конечно, без системы учета я, честно говоря, вообще не понимаю, как можно работать. То есть, вот эти вот даже графики наглядные, да, как, что происходит, когда, какие деньги приходят, куда уходят, на что тратятся, да, то есть, даже вот эти вот элементарные вещи, доходы, расходы, понимание и видение этого в графиках, там, в диаграммах, это уже дает тебе четкость, потому что просто где-то там в тетрадочке записать, ну, можно, конечно, в конце месяца там что-то сводить, но система учета дает такую картинку, и ты потом с ней действительно можешь работать настолько ювелирно, где-то что-то подкручивать, где-то что-то там смотреть, а почему здесь в этом месяце так, и плюс еще это же все остается в истории, и ты можешь потом вернуться к предыдущему сентябрю или там к предыдущему дню матери и посмотреть, сколько у тебя было, все клиенты записаны, ну, это просто, как бы, мне сейчас кажется, что без CRM-ки вообще, в принципе, в любом бизнесе невозможно существовать. Я вот еще единственное добавлю, что важность и функция цифр, она, конечно же, там, планирование, например, да, впереди день матери, потом посчитали, сколько было в прошлом году, потом посчитали коэффициент прироста в этом году, и как-то можем, ну, какой-то план поставить и не оказаться в ситуации, когда мы на миллион цветов купили, на миллион продали, упахались, поработали и ничего не заработали. Ну, то есть, вот эти вещи очень, точнее это все прогнозировать. Но еще очень важная функция цифр, которую многие забывают, это получение энергии для собственника, потому что, вот, скажи, у тебя бывает такое, что ты такая сидишь, думаешь, блин, ну, все плохо, а потом раз цифры смотришь, кажется, не так уж и плохо, и у тебя появляется какая-то энергия что-то делать. Или, например, делаешь что-то, увидела на цифрах, что это сработало, и у тебя появляется энергия бежать и делать это еще там с удвоенной какой-то энергией. Скажи, так бывает у тебя? Конечно, конечно. Это для меня всегда дополнительная и мотивация, и понимание того, что вот это я сделала, и вот он результат, он в цифрах. То есть, это не просто результат, да, какой-то неосязаемый, а вот он конкретный результат, который за мои действия, там, за мои... Потому что я согласна по поводу вот гипотез, да, тестирования гипотезы, то, что это все процесс, вот весь этот бизнес, и к этому нужно относиться именно как к творческому процессу. Есть творческий процесс создания букетов, коллекций, там, цветовых гамм, придумывание, оформление витрины, сезонности, да, вот это, а есть творческий процесс ведения бизнеса, то есть, действительно, придумать какую-то интересную рекламную акцию, придумать, как вы будете привлекать дополнительный трафик, может быть, не знаю, подключить, сделать какое-то классное открытие и туда всех пригласить, чтобы это было как-то массово блогеров каких-нибудь пригласить, которые обо всем расскажут, да, то есть, ну, вот какие-то такие фишечки, и, соответственно, ты тоже от этого кайфуешь, как от творческого процесса, то есть, у тебя, по сути, твой бизнес, это состоит из кучи пазлов, и вот этот вот один из пазлов, это вот бизнес-пазл, для кого-то он сложный, вот эти цифры, вот этот анализ бесконечный, но потом как-то, мне кажется, ты втягиваешься, действительно кайфуешь, когда ты видишь рост. Вот, с собой ты правильно говоришь, знаешь, вначале, конечно, бывает сопротивление, и людей ломает, вот как же я так буду, а потом оказывается, что без этого люди не могут, и, ну, просто, это вопрос привычки и какой-то слома, есть такое слово английское disrupt, то есть, это какой-то, ну, отражает суть, суть этого процесса. Я еще хочу знать, что, мне нравится очень такой пример, как вот есть диджей, который крутит пульт, и у него там подкрутил, здесь подкрутил, и вот владелец точно бизнеса, предприниматель, он тоже там, здесь что-то увидел на цифрах, там, не знаю, большие списания, там, пошел, там, починил регламенты свои какие-то, не знаю, ввел, сейчас не кризал, сейчас есть как этот кристалл флор, по-моему, как вот, ну, химия, или как ушел, его мало, или он дорогой, ну, в общем, есть какие-то заменители его, и какая-то химия, то есть, ты воду использовал, сейчас ты какую-то химию, смотришь, как это меняется, да, там, начал чистить секаторы, у тебя еще там лучше стало, или там, продажи выросли, кстати, лучше всего списание чинит продажи, когда большие продажи, списание сразу, как бы, уменьшается, так вот, владельцам, как диджеям, такой, там подкрутил, здесь подкрутил, видит, там, привлечения не работают, сиди, придумал какие-то гипотезы роста, там, раз больше стал трафик, больше людей там регистрируется у тебя, в твоей системе лояльности, взял, поменял, например, в системе лояльности, там, накапливал 10%, стал 15, там, разрешал 30 тратить, сейчас 50, то есть, какие-то вещи, и смотришь, как это все влияет на твои показатели, то есть, такой, диджеинг. Ну, да, согласно управлению, он все равно должен с разных сторон подходить, с разных ракурсов, там, что-то подкручивать, доделывать, и, соответственно, все-таки нам нужно принять и понять то, что цветочный бизнес — это не только творчество, но и вот эта вот сложность анализа цифр и работы системы учета, найма, и... Ничего там сложного нет, это, знаешь, как это вызывает часто отторжение, потому что, ну, как бы, знаешь, как неизвестное, там, темный угол, у нас просто психика так устроена, мы, ну, боимся то, чего не знаем, и если ты все, работал, ну, не работал в цифрах, да, и, например, и открываешь цветочный магазин, ну, это такой частый сценарий, когда люди, да, мы знаем, и идут, просто цветочный бизнес, низкий порог входа, поэтому, ну, есть приток вот творческих людей, которые вот, ну, прям, большой энергией идут туда, и цифры, они их страшатся, но я вас уверяю, что в них вообще нет ничего страшного, цифры ваш просто помощник. Да, да, согласна. Главное, позитивный настрой, и, соответственно, проблемы, они будут всегда, они в нашей жизни, это, в принципе, часть нашей жизни, нужно, смотря, как ты к этому относишься, и как ты умеешь вовремя мобилизироваться, решить это всё, те же самые вот эти крупные праздники, день матери предстоящий, там, новогодние, да, вот эти вот все праздники, но потом, по всем ощущениям, по всем воспоминаниям, это просто такой драйв, когда ты вспоминаешь, ты в этом восьмом марте, ты упахался, ты там просто не спал, не ел, не вообще, то есть был в ноль, и потом ты через полгода вспоминаешь, и думаешь, как же было круто, вот, восьмого марта, когда мы все там объединились, все вот, все собрали, все флористы работали, тут же наши управленцы, мы там вот это вот всё разруливали, вот эти все вспоминаешь, там, курьёзы с курьерами, ну, и, короче говоря, вот это даёт всё равно такую действительно энергию, и толчок двигаться дальше, и вот эти вот все истории, я даже знаю, что кто уходит в дальнейшем из флористики, они все с мурашками вспоминают эти вот праздники, когда ты там без сил уже лежишь, но потом почему-то через какое-то время ты снова хочешь это повторить, это как наркотик уже какой-то. Мы любим то, во что вкладываемся, так наша психика устроена, если мы большое количество труда вкладываем, там, в прохождение 8 марта, в праздники, не матери, конечно, это сплочает коллектив, и мы любим эти процессы, вот, но единственное, я всё-таки не рекомендую не спать, всё-таки это очень нехорошо для здоровья, и я вам честно скажу... Но это я утрирую, я утрирую, конечно. Не утрируешь, так и есть, не знаю, вот у меня у супруги сколько, уже 7 лет букетная, по-моему, и там первые, наверное, 3-4 года, они прям, ну, вообще, нон-стопом не спали, у нас там наверху была гостиница, и там девочки уходили на 2 часа, там, душ принять, там, не знаю, поспать полтора часа, потом смена, там, другие, то есть, ну, такой был тяжёлый процесс, сейчас, конечно, и моя супруга, она прям даже гордится тем, что у неё там флористы 7 марта идут в 11 отдыхать, спать, и приходят, ну, там, в 7 утра, по-моему, они приходят, или к 6, я уже не знаю точно, вот, ну, то есть, это уже, ну, не так, не так, как это... Можно эти процессы организовать, чтобы и на сон осталось время, и, и, несмотря на это, всё равно это очень тяжёлый, тяжёлый праздник, физически, и, кстати, это хорошо, потому что флористы, они отличные в физической форме, и работа на ногах, это хорошо отражается на их внешнем виде, хорошают люди, я утверждаю. Евгения, как считаешь, насколько важно выстраивать доверительные отношения со своими сотрудниками, влияет ли это на показатели, ну, и вообще на общую атмосферу в цветочном? Конечно, влияет, вообще, построение команды, вообще моя любимая тема, люблю всё, что связано с наймом, с развитием человеческого потенциала, и, ну, мы уже говорили о том, что, прохождение 8 марта, это такое командообразующее мероприятие, и, ну, в цветочном бизнесе, такой небольшой корабль, и важно, чтобы все друг другу доверяли, и это были какие-то общие цели, и все знали, куда идут, ну, не знаю, мне кажется, если это какой-то, не основано на доверии, то сложно здесь построить что-то большое, и, ну, все люди разные, я здесь тоже, как бы, не буду говорить за всех, часто приходят с недоверием к флористам, и говорят, вот, у нас там воруют, и, прям только формулируют, но это, наверное, наследие в каких-то 90-х годах, когда во флористике очень мало платили, и флористы вынуждены были как-то, ну, не хочу вот, как-то очернять, говорить, ну, как-то, есть некая, есть вокруг этого такая мутная история, часто приходят с каким-то недоверием флористам, то есть, и, ну, мне кажется, здесь ответственность, она должна быть солидарной, и у собственников, то есть, они создали такие условия, при которых, ну, кто-то решился на это, на такие действия, да, и посчитал, что это правильно, и, ну, так построены были отношения, ну, то есть, конечно, это плохо, это плохо, и нужно строить систему мотивации таким образом, чтобы она, была и достойная оплата труда, и мотивировала сотрудников, ну, я такие сейчас, может быть, лозунги говорю, но, тем не менее, я вот очень верю в это. Мы, ну, проводили много исследований, цветочной отрасли, да, много общаемся с владельцами, и, топ-3 проблем, это всегда продажи, учет и контроль бизнеса, и найм флористов, вот это три самые горячие проблемы, у любого цветочного предпринимателя, и, там причины разные могут быть, конечно, кто-то приходит с целью, не знаю, в будущем открыть цветочный бизнес, и уходит по этой причине, если люди переезжают, ну, как бы здесь, нельзя все, там, под одну гребенку, везде разные причины, где-то, может быть, не знаю, не построил собственник такую систему, при которой, ну, люди мотивированы, так тоже может быть, и, может быть, коллектив такой, что он выдавливает новичков, и там уже какая-то своя атмосфера, которая враждебна для, ну, здесь очень много разных причин, может быть, и мнение высказал бы, что важно собственнику задумываться, и не строить бизнес вокруг каких-то отдельных людей, все-таки строить какую-то систему, в которой люди взаимозаменяемы, то есть, потому что, ну, и вообще к этому подходить, это не только людей касается, это касается и помещений, просто часто бизнес равно договор аренды, когда там не продлевает тебе договор аренды, все, и трагедия, там на этом месте появилась шаурма, и там потому что она больше платит, и все, у владельца нет бизнеса, потому что так строить бизнес, вот, например, моя супруга, она переезжала из одного места в другое, у нее вообще не потерялись клиенты, выручка не упала, и я больше скажу, что она, когда открывалась, она еще ставила старое место, и там было, по-моему, а, 14 февраля, и в старом месте, ну, условно, там в одном месте была выручка миллион, а в другом месте 15 тысяч, ну, в старом, куда, как будто бы ножками должны были люди по поличке ходить, то есть, это к вопросу, как ты организовываешь процессы, что, зависишь ты от своей локации или нет, это уже, ну, вопрос целеполагания, и как ты, ну, как ты на это реагируешь. Да, по поводу найма, у вас же тоже, да, какой-то интересный продукт недавно вышел, который помогает и собственникам, и флористам, по-моему, находить работу, или, не будем сейчас про него, наверное, можно отдельный подкаст, да, записать? Я в двух словах скажу, я скажу, что мы сделали, мы делаем сейчас сервис, там вышла бета, и это будет не сервис по поиску флористов, это прям продукт будет для флористов, чтобы они классную работу находили, мы немножко стали здесь на сторону флористов, и, ну, под их задачей будем продукт, ну, делаем продукт, мы там сейчас делаем исследования, глубокие, глубинные интервью с флористами, может быть, кто-то из наших слушателей даже поучаствовал в таких интервью, в общем, это будет такой, ну, продукт, который будет, ну, я надеюсь, будет массовым, и в том числе будет решать задачу владельцев, то есть, это будет такая площадка, где можно будет находить классных флористов, то есть, мы вот так строим, чтобы люди подходили друг к другу, по их особенностям, потому что я вот так, я мысляю, что человек как пазл, то есть, сейчас вот компании, например, может не хватать, ну, например, педантичного человека, ну, ну, нету в компании, не знаю, никто не делает инвентаризацию, это пытка для творческих людей, то есть, все такие творческие, классные, там, смену открывают, там, вместо 10, в 10-15, там, все там у нас на расслабоне, все классно, они классные, они классные рилзы снимают, все, и прекрасные букеты делать, но нет, который бы считал кассу, и не знаю, там, вовремя делал инвентаризацию, 15-30 числа, чтобы шел склад, да, и в компании нужен человек педантичный, с такими навыками, то есть, мы исследовали, что им важно при найме, на что они обращают внимание, там, есть ли это администратора, коллектив, там, есть ли какая-то комната отдыха, условия труда, и так далее, то есть, все эти вещи, ну, будут отражены в продукте, ну, сейчас вышел MVP, дальше мы его будем там развивать, до конца года, там уже будет такая уже классная версия. Ну, короче говоря, проблема это есть, и классно, что есть, сейчас будет какое-то решение, помощник, да, кроме других вот всем известных площадок, вот этих всех там, зарплата и так далее, не будем их озвучивать, ну, короче говоря, именно такая спецплощадка. У меня еще осталось, на самом деле, несколько вопросов по поводу нашей темы, да, как же все-таки цветочному бизнесу оставаться на плаву дольше, успешнее работать, это как раз-таки вопрос про отнешение, отношение к клиентам, вот эта вот клиентоориентированность, бонусы, да, которые мы даем для того, чтобы удержать этого клиента, чтобы он к нам вернулся. Немножечко вот про это еще поговорим, то есть на что здесь следует делать упор, то есть может быть на место, где клиенту будет удобно, там пока ты собираешь букет с Wi-Fi, да, с хорошим, или может быть, не знаю, там кофе предлагать, это будет твоей фишкой, или реально предлагать какие-то бонусы, которые его заинтересуют, ну я не знаю, вот что, какие вот конкретные рекомендации, мне всегда нужно все конкретно. Считаю, что главное, это все-таки система лояльности, и в словосочетании системы лояльности лучшее, что в этом словосочетании есть, это слово система, то есть набор какой-то правил, понятных клиенту, по которому там начисляются какие-то, не знаю, ну будем говорить прямо, бонусы, они работают лучше всего в цветочном бизнесе, ну есть три системы, да, есть скидки, есть бонусы, и есть какие-то купоны, там, десятых подарок, ну купоны не работают по причине, что человек покупает там 3 раза в год, ну и не будет он хранить эти все там штампики, карточки и так далее, то есть это очень сложно эти обрабатывать, и такая механика, там, дорогой, дешевый, там, ну в общем, это вообще, это работает с кофе, где одинаковая цена, и я там часто это покупаю. Скидки, я считаю, что скидки работают плохо, потому что скидки всегда вызывают некий флер, там, свежий, не свежий цветок, плюс скидки, это всегда война скидок, скидки все дают, и скидки не заставят меня, не знаю, на другой конец города поехать, чтобы, вот там же у меня скидка, я туда поеду, я могу, не знаю, где-то рядом все это оформить, а если у меня есть некая тяга в виде, там, накопленных бонусов, и это очень, ну, работает лучше всего, просто вот на цифрах у нас, кстати, могу пригласить всех наших слушателей, если кто задумывается с ними учета, у нас, мы это проводим, бесплатные встречи для владельцев, и там, прям на цифрах показываем, как бы, вот прям формулы забиваем, и показываем, в чем, как бы, ну, по математике, да, как это все работает, на сайте Passifora ставят заявку, и, если вы владелец источного бизнеса, вы можете, не знаю, мы проведем такой мини-аудит, бесплатно, и поговорим о точках роста, о том, какие у вас задачи, как Passifora может решить эти задачи, вот, я просто вспомнил про вот эту формулу, там, это все уже доказано в виде, в виде математики, и возвращаясь к твоему вопросу, ну, здесь, наверное, комплекс задач, это и политика ответа на негатив, это и то, как вы решаете, например, курьер опоздал, так же бывает, ну, правда же, и курьер опоздал, и как вы реагируете, то есть, кстати, в этом смысле бонусы тоже очень большой помощник, и, знаешь, вот недавно у супруги был случай, когда там какой-то цветок завял, и там требовательный клиент, он посчитал необходимым написать о том, что вот замените мне этот цветочек, и ей сказали, слушайте, ну, там, у них там букет был с 30 там стеблей, и сказали, слушайте, давайте мы вам сейчас просто бонусы начислим, ну, вести это дорого и долго, ну, вы его просто удалите, а мы вам бонусы начислим, все, она была рада, и такой вин-вин случился, не нужно курьера за 400 рублей вызывать, а ехать на другой конец города, и клиент остался доволен, так что нормальная ситуация, тоже, кстати, помощник, и вот эти все ситуации, из них складываются, таких вот деталей складывается, вот это желание человека все-таки вернуться, но главное все-таки это система лояльности, и как вы настроите эту тягу, как этот литмагнит будет работать. А вот по поводу системы лояльности, какие лучше всего давать бонусы, то есть вот, например, хорошо, купил человек на 2000 букет, и сколько у него бонусов должно капнуть, чтобы он в следующий раз вернулся, или, ну, то есть 10 рублей, понятно, это ерунда какая-то, да, там, то есть сколько, 20, 500, как вот, как это рассчитать, как это понять? У меня есть ответ на этот вопрос. Смотри, ну, первая рекомендация, это делать начисление с первой покупки. Я знаю, что вот у моей жены, например, было раньше, там, какие-то пороги были, с 5 тысяч, с 10, то есть, я потом вот такие сидим, я говорю, Катя, что это за барьеры вообще, чтобы стать твоим клиентом, мне еще нужно какое-то, там, что-то выполнить, какие-то задания, с чего я должен вообще выполнять эти задания, там, я хочу просто, как бы, не знаю, хочу, чтобы это просто работало, вот, и она это убрала, действительно, это усилило тягу, и нулевой порог входа, 10, либо 15%, ну, 5, это, честно, ну, 5 тоже работает, просто хуже, и здесь нужно балансировать в вашей, там, PNL-ке, или там, систему, ну, PNL-ка, доходы-расходы, где вы отражаете свои какие-то, свою рентабельность, ну, там настраивать вот эти моменты, то есть, я рекомендую, например, 30% разрешать списывать, но если у вас высокая маржинальность, можете и 50% разрешать, это уже от вас зависит, вот, и там, 10-15% к накоплению. А вот как потом об этих бонусах, скопившихся у клиента, ему напоминать, то есть, делать просто рассылку какую-то в мессенджеры, или как вот вы это делаете? И с какой периодичностью? Я могу сказать, как мы рекомендуем клиентам Passiflore делать, у нас в продукте прям есть такая функция, как календарь, прям в POS, POS это вот терминал, если это планшет или компьютер, и там прям все, кто купили год назад, ну, потому что люди в какие-то, события, праздники покупают, и просто уведомляем, вот, вы год назад у нас покупали, мы хотим, чтобы вы снова у нас купили. Вот, и там какая-то конверсия в заказ, там, из 10, там, может быть, там, 3, оформят повторный заказ, может быть, 4. И второе, это какие-то памятные события, когда мы мотивируем людей на то, чтобы они оставляли памятные даты, и в, там, накануне, ну, это уже, как вы посчитаете, нужен, либо в день, вы можете напомнить об этой памятной дате и предложить оформить заказ у вас. То есть, в какой-то уместной форме, это может быть, на самом деле, и звонок. Я знаю, что и звонки тоже хорошо работают, замеряя какие-то, например, лояльность клиентов, задавая какие-то вопросы, исследуя вообще, что нужно улучшить в магазине, какой сервис. Я сейчас, может быть, какие-то там, ну, рассказываю какие-то сложности, но в этом ничего сложного нет. Берете 100 клиентов своих и обзваниваете, и задаете им, там, нельзя 5 вопросов, а что нам нужно улучшить. Вот, вы наш клиент, мы прям хотим быть лучше. А что мы можем сделать? И люди там, что там говорят. И собираете эту обратную связь, и в таких звонках также можно включать, смотрите, у вас там столько-то бонусов, мы просто вам напоминаем, или же, например, можете добавить им, не знаю, там, 200 бонусных малых. То есть, это все хорошо, кстати, работают приветственные бонусы. То есть, это, ну, это про привлечение. То есть, есть какие-то механики, когда мы, ну, какое-то предложение делаем, не знаю, кросс-маркетинговая активность, там, с каким-нибудь, там, салоном красоты. Там, QR-код, регистрируйтесь, становитесь нашим клиентом, и там, на первый заказ у вас будет 500 бонусных баллов, например. Тоже это все хорошо работает. Но это уже про привлечение, это не на удержание. Да, я сейчас так смотрю, что мы уже много тем охватили, да, в этом выпуске. И, да, я думаю, что, в принципе, уже пора закругляться. И вот вопрос такой, чтобы нам сейчас вот это все подытожить, чтобы понять все-таки, вот я стою сейчас перед выбором, например, закрыть магазин. То есть, сейчас мы уже не про ту Машу, которая открывает, да, и вот ей нужно выбрать форматы, ей нужно понять, на чем сфокусироваться, там выбрать систему учета и так далее. А я уже, например, про человека, который, предположим, 3-5-7 месяцев работает в цветочном бизнесе, и вот что-то не идет. И он думает, а может быть все закрыть? Что бы ты вот такому человеку посоветовал? Пусть это будет, я не знаю, кто-нибудь. Лена. Вот она вот думает, что нужно вот сейчас все, скорее всего, закрыть, потому что что-то не идет. Выручка какая-то слабая, трафик какой-то маленький, с улицы низкий. Может быть, проще закрыть и, не знаю, и пока, не знаю, там на даче пожить. Лена, у меня будет следующий совет, который хочет закрыть. Может быть, и надо и закрыть. Нужно разобраться вообще, что лучше для Лены в данный момент времени. Для чего этот цветочный магазин, что конкретно у нее не получается. И, ну, просто есть два вида людей, типа людей, у нас психика устроена. Есть внешний локус, есть внутренний локус. Есть локус, ну, внешний, это когда мы во всем, во всех своих неудачах виним вообще все вокруг, там, государство, клиентов, там, не знаю, временные службы. Вот, вот все виноваты, но не я. А есть, ну, внутренний разобраться, то есть, порефлексировать, что я вот могу улучшить своей компанией, чтобы, не знаю, там, не закрывать бизнес, а вот улучшить свои показатели и могу ли я достичь своих целей. То есть, какие они цели, выписать их, что я могу. То есть, всегда помогает, на самом деле, ну, какой-то некий план на бумаге, когда ты вот из точки А в точку Б идешь к своей цели. Поэтому, вот, Лене, я советую подумать, что лучше для нее, проанализировать и поступить на лучшим образом. Нужно еще один сервис открывать по поводу оказания психологической помощи людям, которые стоят на этом решении закрываться, потому что действительно иногда это нужно, просто закрыть бизнес, возможно, через какое-то время переформатировать и открыть новый, а возможно, все еще очень легко решить, проанализировать, составить план действий, вдохновиться какими-то новыми результатами, идеями, где-то что-то послушать, почитать, пообщаться с экспертами, потому что, на самом деле, вот, какое-то комьюнити, окружение, это тоже очень часто влияет на твои какие-то решения, например, сделать, ввести новый продукт, сделать такую-то рекламу, такую-то коллаборацию, то есть, это ты получаешь опыт от других людей, вот, например, в нашем закрытом клубе у нас тоже там, да, определенные комьюнити, все делятся друг с другом, там, кто, кто как и что, и это тоже для новичка особенно очень важно, когда ты просто вот вступаешь в этот мир, где нужно и не только творить, но и бизнесом заниматься, и, соответственно, очень классно, когда есть возможность к вам прийти на вот эту консультацию, да, когда тебе там покажут все вот эти цифры, ты поймешь, как это работает именно со системой учета, классно пообщаться, просто взять какую-то консультацию с экспертом, которому ты доверяешь, спросить, а вот у вас как, а что вот здесь, вот, да, то есть это всегда помогает и поддерживает в таких вот сложных, переломных ситуациях. Ну, все правильно ты говоришь, конечно, мы люди, мы работаем на какой-то энергии внутренней, и если ее не хватает, ну, это тоже задача, мы ее можем где-то черпать из, там, с какой-то внешней экспертизы, к поддержку, там, ну, точкой опоры может быть, там, семья, друзья, там, коллеги, нужно ее просто находить, и это отдельная задача для каждого. Вот, знаешь, вот мысль, ты говорила, когда мне, знаешь, мысль такая пришла, вот, по поводу творчества и творить, ну, у нас же все-таки у пассифлоры клиенты творческие люди, я бы хотел такую вещь сказать, вот, средний чек, казалось бы, такая бизнесовая, математическая, такая, какая-то некая, там, там, выручку делим на количество чеков, вот, и посмотрели, то есть, для чего это мне нужно знать, там, все же хотят творить, а вот пространство для творчества, оно и заключается в размере среднего чека, то есть, мы, когда нам что-то доверяют, какой-то заказ, да, и если нас, там, полторы тысячи, из которых, там, 300 на доставку, ну, как бы, тут особо не потворишь, и, и, и как раз-таки, где эту энергию взять, если у тебя, вот, тебе нужно что-то сделать, вот, в таком бюджете, вот, ну, нет, и я, кстати, делают крутыми и классными, и здесь цена не, не всегда является, чем-то супер важным, но, вот, пространство для творчества, и самовыражение, оно, как раз-таки, заключается, все-таки, вот, в этой, вот, построении отношения с клиентами, в построении бизнеса, процессов, и, как ты, как ты можешь бизнес, не знаю, там, оставить, и заниматься творчеством, если у тебя, там, не знаю, крыша течет, и какие-то процессы не налажены, там, не знаю, нет каких-то системных процессов, нет, нет понимания, например, твоих флористов, как, не знаю, как отвечать, там, негатив, там, от клиентов, или, например, как, не знаю, как чистить цветы, или, не знаю, как часто делать инвентаризацию, то есть, это вот, когда ты все в реакции находишься, то там, в водопаде проблем, с которым мы начали сегодня, то, конечно же, конечно же, сложно, и, ну, как бы, легко оказаться, вернее, в таком состоянии апатии, когда, ничего не нравится, и бизнес закрывается, так бывает, к сожалению. Ну, я думаю, что мы будем закругляться, да, я надеюсь, что у нас получился очень классный, интересный, живой разговор, очень полезный, с кучей инсайтов, я думаю, что этот подкаст можно переслушивать несколько раз, возможно, даже через какое-то время, потому что, когда ты слушаешь, в определенной точке у тебя там свои инсайты, через полгода ты прослушал у тебя уже, ты что-то свое услышал, и я благодарна, что, Евгений, ты поделился своим опытом, потому что это действительно очень важно для наших слушателей, и все ссылки, кстати, мы же хотели еще дать бонус нашим слушателям, я помню, мы говорили про это. Да, мы про это говорили, мы можем, значит, все, кто придут, слушатели подкаста, могут оставить заявку на сайте Psyflora, и менеджеру, который будет у вас предлагать вам время на встречу удобное, можете просто озвучить, что вы из подкаста «Хочу цветочный», и вас будет ждать особая скидка на подключение нашей программы, на наши услуги, там, порядка 7 тысяч рублей, вот, и, в общем, вам просто нужно будет озвучить «Хочу цветочный», подкаст, и вас будет ждать особая скидка, может быть, какие-то еще подарки, я не знаю, это уже там коллеги придумают наверняка что-то. Все, круто, спасибо большое и за эту скидку, и за разговор, и за кучу разных моментов, на которые действительно нужно сфокусироваться нашим и начинающим, и продолжающим флористам, я думаю, что многие сейчас что-то для себя интересное услышали. Я уже сказала большое спасибо 350 раз. Давай еще. Мне приятно. Евгений, большое спасибо, рада, что ты поучаствовал в этом подкасте, и пока-пока. Все, спасибо, пока-пока. Вы слушали подкаст «Хочу цветочный», и сегодня мы обсудили ключевые моменты долгосрочного успеха в цветочном бизнесе. Если вам понравилось наше обсуждение, диалог, и вы цените наш подкаст, я буду благодарна за вашу поддержку. Пожалуйста, оцените подкаст пятью звездами на Apple Podcast, и оставьте отзыв, это поможет продвигать наш контент и делать его еще лучше. А если слушаете нас на Яндекс.Музык, не забудьте поставить сердечко, чтобы не пропускать новые выпуски. Кроме того, я приглашаю вас присоединиться к моим социальным сетям, где я делюсь дополнительной полезной информацией, все ссылки на мои профили, а также на страницу Евгения и бонус от компании Passiflora вы найдете в описании к этому выпуску. Благодарю вас за вашу активность и интерес к моему подкасту «Хочу цветочный».